Работу выполнили, а деньги не получили. С десяток предпринимателей больше года ждут оплату за свой труд. Не выдержав, они пришли в офис заказчика требовать заработанные. Чем закончилась эта встреча, расскажет Алиял Мухамбетова. Духовная столица Казахстана должна соответствовать своему статусу. Сюда приезжает много туристов, поэтому работа на улицах кипит. Или кипела? Может так получиться, что всю эту городскую красоту, скамейки, фонари, дороги скоро некому будет устанавливать и строить. Крупная компания пару лет назад наняла субподрядчика, а тот по договору взял на подмогу еще несколько фирм поменьше. Но рассчитаться с ними не смог. Здесь подрядчики, которые укладывали бордюр. Мы дорогу копали, строили. Нашей фирме задолжали 15 миллионов тенге. У нас 12 работников. Они нам не выплачивают. Мы из-за них тоже не можем оплатить долги. А сама дорога достроена. На такой 40-градусной жаре мы стоим и выпрашиваем свои деньги. До чего терпеливыми оказались эти строители, водители. Работают субподрядчиком-должником с перебоями больше года. Каждый раз их кормят завтраками и отговаривают идти в суд. Я ради него знакомых попросил. Они тоже привезли технику, водовоз, погрузчики. Теперь я им остался должен. Вместо того, чтобы помочь, они всех предпринимателей в долги загнали. Считай, арестованы, кредиты просрочены. Без особой надежды предприниматели, выполнившие все обязательства, пришли в офис уже генерального подрядчика. Но руководителя филиала, обещавшего им помощь, на месте не оказалось. Его заместитель связался по телефону с субподрядчиком Константином. Все требуют деньги. Ну, ты сам понимаешь. Ты скажи, базис тебе деньги должен за твое выполнение? За СМР, да. За СМР есть сейчас денег, да. Вот сидит директор объекта передо мной. Он говорит, что нету такого 50-60 миллионов, что мы тебе должны. Кто кому должен и сколько за строительно-монтажной работы, компании побольше еще разберутся. А что делать мелким предпринимателям? Им субподрядчик задолжал более 130 миллионов тенге. Мы в течение пяти месяцев вместе с базисом решили то, что выплатим за должность. Мы предлагали имущество им, предлагали дальше работать и получать частично деньги. Они отказались. Они хотят сейчас и здесь. Даст и вышли, мы закроемся, как обещали в течение пяти месяцев. Но предприниматели ничего плохого в том, что они хотят получить свои деньги, здесь и сейчас не видят. Поэтому обратились с заявлением в областную прокуратуру.